Вот уже третью зиму с наступлением холодов тепло покидает квартиры жителей пятиэтажки по улице Чудова, 19. На вопрос, почему батареи в доме остаются холодными с приходом зимы, жильцам ответить никто не может. В ситуации разбирался наш корреспондент. Сейчас температура где-то плюс 16. Но это благодаря тому, что мы уже немного надышали. Когда я только-только вернулся с улицы, было плюс 13. Я вот как хожу, то есть у меня свитер, поверх еще теплый халат, теплые носки. В квартирах жильцам приходится ходить в теплой обуви и спать под несколькими одеялами. Жить в таких условиях, мягко говоря, никому не комфортно. Согреваться приходится своими силами, электрообогревателями, а иногда и небезопасными способами, включая газовую плиту. Мы вынуждены включать газ, потому что это и дешевле, чем электричество. И все-таки тоже хотя бы на кухне можно находиться. В новогодние каникулы температура воздуха в Твери опускалась до минус 30 градусов. Некоторые жильцы уезжали на выходные. А вернувшись домой, надеясь, что можно будет согреться, обнаруживали, что в квартире немногим теплее, чем на улице. Плюс 8. На подоконнике ноль. Изморось. Сразу стали звонить в управляющую компанию. Звонила я всю ночь. Звонила утром. Естественно, включила везде отопительный прибор. И вот этот ад продолжается до сих пор. Сейчас, поскольку немножко теплее на улице, естественно, теплее дома. Но снова же с нагревателями, с газом. Кутаться в теплую одежду приходится всем жильцам дома номер 19 по улице Чудова. Здесь 70 квартир, где проживают пожилые люди, семьи с детьми дошкольного и школьного возраста. Местные жители рассказывают, что три года назад с теплом в их доме было все хорошо. Такого никогда не было. Ну в чем же дело? Мы платим регулярно, хорошо. А вот такая картина получается. Это... Я простудился в квартире. Вам честно скажу, в квартире простудился. Потому что одет, только одетый ходишь. А раздеться, как раньше, невозможно. Моя квартира, она находится на втором этаже. Внутри дома. Она должна быть теплая. Что и происходило, когда в свое время всегда было очень тепло. Сейчас на данный момент батареи где-то градусов 40 в спальне и в зале. А на кухне градусов 55. Я не знаю, с чем это связано. Но, по крайней мере, хотя бы на кухне мы можем погреться, включив газ. Не совсем так холодно. В надежде, что батареи вновь станут горячими, жильцы многоэтажки неоднократно обращались в свою управляющую компанию, прокуратуру пролетарского района и госжилинспекцию. Однако, конкретных ответов на главный вопрос, в чем причина столь резкого изменения температурного режима, не получили. Неоднократные коллективные жалобы от каждой инстанции. Мы получаем ответ, в кавычках, отписку. Нам никто не может объяснить первопричину того, почему уже третий год у нас сохраняется такая ситуация. То есть все обращения у нас есть. Вот мы все собираем. И мы хотим, чтобы нам кто-то разъяснил ситуацию, сложившуюся в нашем доме. Почему так холодно? В свою очередь, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы обратились в Тверскую генерацию. Нам сообщили, что проблема выявлена. Сейчас ведутся регулировочно-наладочные работы для ее устранения. В ближайшее время работы будут завершены.